Опубликованное видео с пытками над украинским военным, там где канцелярским ножом отрезают гениталии. Украинский амбудсмен Дмитрий Вабенец сказал, что преступник идентифицирован. А новый генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что есть информация относительно нескольких лиц, но в настоящий момент нет безусловной информации о человеке, который совершил это преступление. А бывший зам генпрокурора Украины Давид Сакверлидзе объявил в Фейсбук сбор денег за передачу украинским властям вот того россиянина, который причастен или может быть причастен к издевательствам и убийствам украинского военнослужащего. Как насчет собрать деньги для того, чтобы для того нуждающегося, кто передаст украинским властям, ублюдка. 100 тысяч долларов в полную сумму передам за 7 часов максимум, написал Сакверлидзе. Дмитрий Ильич, это видео, которое попало в сеть, оно же не случайно, наверняка свито специально. И наверняка это в том числе часть войны и информационно-психологической спецоперации России против нас. То есть таким образом они хотят сломить дух украинцев, заставить нас бояться. Но плохо они знают украинцев. Наоборот, такие попытки вызывают, наоборот, агрессию и желание каждого, наказать каждого виновного. Видео ужасное, отвратительное. Человек, который это делал, его и человеком назвать нельзя. Но Антон Герасченко назвал его фамилию. Опубликовал его имя, фамилию, координаты, адреса, телефоны. Это уроженец и листы. Я у себя в инстаграме выложил его фото. Что касается сегодня, кстати, что касается того, что он или не он, ну на то у нас есть и разведка, и следственные органы. Они еще раз проверят все тысячу раз. Я, конечно, понимаю психологический портрет этих нелюдей. Обратите внимание, что делает Россия. Она не отправляет на войну, как правило. Мальчиков и мужчин из Москвы, из Санкт-Петербурга, из крупных городов. Что они делают? Они бросают, как пушечное мясо, ребят из отсталых регионов. Где очень маленькие зарплаты, где безработица, где нищета. Где у людей нет никакого просвета и никакой надежды на будущее. Не случайно, вот если вы посмотрите, из каких регионов представителей больше воюют с Украиной, вы увидите самые бедные, самые такие жалкие регионы в плане социальной политики. Та же Бурятия, Дагестан, Калмыкия. Вот обратите внимание на регионы. Что делает Россия? Они циничны, они фашисты. Циничны. Они хотят избавиться от представителей нерусской национальности. Раз. Они бросают безжалостно в бой ребят из так называемых ЛДНР, как пушечное мясо. Они хотят избавиться и от них. Предатели никому не нужны. Они берегут русских. Они берегут, очень берегут русских. И стараются не злеть из больших городов. От Москвы до Питера. И, конечно, фашисты. Во всем фашисты. Дмитрий Ильич, а как же этот Собянинский полк? А где он? Я его не вижу. Я тоже только в информпространстве видел. Только в информпространстве. А где москвичи? Покажите мне среди убитых, среди раненых, среди захваченных в плен, москвичей и питерцев. Ну, раз-два и обчелся. Но я не сомневаюсь в главном. Все, кто участвовали в этой войне, кто проявили зверство по отношению к украинцам, все до единого будут идентифицированы, уже идентифицированы большинство. Фамилия, имя, отчество, год рождения, фото, телефоны, адрес, ближайшие связи, родственники. Все будет идентифицировано. И даже закончится война, их будут отлавливать и уничтожать, или предавать суду. В этом я не сомневаюсь ни на минуту. Ни на минуту. У нас будет действовать украинский МОСАД, он уже действует. Аналог МОСАД, который будет заниматься главным отловом военных преступников. Отловом с доставкой в Украину или с возможностью наказания? А это уж как получится. Если у Израиля получалось доставить, доставляли. Не получалось, ликвидировали.